Че творится с экономикой? Я не понимаю. Че творится с Магнитогорском? Вообще непонятно для меня. Вроде для вас же сделан кабельный канал Магинфо. 24 часа. Рекламный, разумеется. Нет, вы все равно обращаетесь к газетенке. Ну ладно, наверное, тоже своеобразный бизнес. Хотя, ну, в газете вам не расскажут же, что можно купить, допустим, межкомнатную дверь за 800 рублей. В газете вам не покажут, из чего она сделана. Мы постараемся это сделать. И для этого наши друзья вот здесь вот открыли, на улице Ленинградской, напротив, помните, тут Эльдорадо. Ну, вообще Эльдорадо везде послось. Вот. Улица Ленинградская, 37А. Вот здесь открыт салон по производству. Да, почему не по производству? Потому что могут вам сделать и на заказ. И по продаже. Из наличия дверей. Причем, в связи с открытием, весь декабрь месяц, здесь сногсшибательные цены. Каждый первый гость нашего города справедливо удивляется. Количество фирм, продающих двери, окна и туристические путевки. Отсюда вопрос. А чего нас тогда колбасит при появлении первых слухов о нестабильности на ММК? Да все понятно. Купим на ближайшей оптовой базе, накрутим, но не произведем. Эта перепродажная идиллия закончится после того, как информация о мощном оптовом поставщике заставит разориться любителей легкой наживы. С удовольствием выполняем роль до носителей низких цен и высокого качества. На суд потребителя продукция исключительно отечественная. Две реверда. Их более 30 модификаций со стеклением, с фьюзингом, по-русски с стеклянной аппликацией, либо рисунком. Ну и естественно с глухим полотном. Каркас дверного полотна изготовлен из сращенного соснового бруса. Естественное усиление под петли замок и ручку тоже предусмотрено. Коробки есть и обналички соответственно. Гламурных реляций делать не буду. Ахи и вздохи после ремонта. То время, в которое мы сейчас живем, нас заставляет буквально экономить на все. Так что нам необходимо заканчивать скоро и быстро наш ремонт. И ведром краски банально красить старую, такую облупившуюся уже дверь. Или может быть найти что-то дешевле. Да, конечно. Мы предлагаем вам двери отечественного производства. Вот такая дверь вам обойдется всего 800 рублей. А кто их так делает? Классно, а? Ну, двери делает фирма Верда. Вообще у нас существует 30 видов дверей. Современные дома, ну их домами это повышенная комфортность и назвать сложно. Сдаются частенько и без дверей вообще. Ну, удешевляет строительство. Вы открыли новую точку, точнее занялись тем, что в принципе представлено в городе Магнитогорске. Но если мы устанавливаем в нашу новую квартиру 7 дверей, это в трехкомнатный вариант, сколько мы сэкономим? Ну, около где-то трех с половиной тысяч вы сэкономите. А может быть и больше? Возможно и так, смотря какие двери будете устанавливать. Естественно, прибегут и скажут, а вы Китаем торгуете. Это Китай вообще или нет? Нет, это двери отечественного производства по европейской технологии, Верда. И в России производственное объединение Одинцова, город Москвы, выкупило его 15 лет назад. Ровно столько он уже существует, этот бренд существует на российском рынке. А я хочу купить по московской цене. Мне стоит ехать в Москву или как можно этот вопрос решить? Нет, у нас цены идут от производителя. То есть разница, что у нас в складе в Москве? Да, разницы, что в Москве, что у нас, конечно, нет. Если я хочу удовлетворить свой эстетический вкус, я хочу, чтобы у меня, допустим, вся квартира выглядела из карельской сосны, либо из дуба, либо из бука. Можно что-то подогнать? У нас вообще цветовая гамма состоит из восьми видов. То есть любая ценная порода древесины – это вполне реализуемо? Да. Исключительно радует, когда дешево не значит бросово. Внимательное рассмотрение дверей в деталях не выявило никаких изъянов. Конечно, надо понимать, что традиционной сталинской прочности цельных дверей не будет никогда. Но и ДВПшные двери в бюджетных новостроек рядом не стоят с этими межкомнатными дверьми. С монтажом, в принципе, справится и педагог, и журналист. Простоят не один десяток лет. Естественно, если не шутить с ОМОНом. Не устраивает низкие цены, но фирм других хватает. Свобода выбора за вами. Нашли дешевле – приходите. Предложат более выгодные варианты. Хотите дешевле дешевого – берите оптом. Склад у этой фирмы естественно свой, естественно теплый, естественно сухой. Ехать куда? Ленинский район. Улица Ленинградская. Ни пробок, ни проблем. Вообще вопросы ремонта – вопросы недешевые. Честно говоря, в это время я не рискнул начать ремонт. Хотя, вот видите, появляются и фирмы, которые предлагают двери по оптовой цене. Почти московской. Есть и другие фирмы. Вы их сейчас не увидите. Но это, как говорится, лозунг. Пойдемте к нам. Работайте с нами. В любом случае, сегодня и сейчас, оказывается, можно сделать ремонт недорого и установить себе двери. Да дешево. Вот только надо сделать это быстро. До конца декабря. Хотя, если вам понравится, приезжайте сюда в любое время. Сюда, на улицу Ленинградскую, 37А. Сюда, на улицу Ленинградскую, 37А.